Всем привет! Очень радостно, немножко даже волнительно открывать секцию менеджмента. Я сам из Сибири и на Кодфест ходил достаточно часто, выступал несколько раз, но не живу уже в Новосибирске лет 8, поэтому есть такое немножечко ощущение, типа как вернулся на родину, порассказывать что-то своим землякам. Сегодняшняя тема, она не совсем про разработку, даже не совсем про менеджмент, она более такая глобальная, что такое стратегия. И перед тем, как прыгнуть в тему, немного расскажу о себе. Я уже 10 лет работаю в продуктовых компаниях. Сейчас моя роль директора в продукт-оперейшнс в компании PandaDoc, чуть позже расскажу о ней. До этого работал в Wargaming, и помимо основной деятельности я провожу различные воркшопы, продуктовое мышление, стратегические сессии, консультирую. Это то, что меня очень заряжает. Еще меня заряжает музыка, это отдельная часть моей жизни, поэтому если вдруг вам что-то как-то интересно связано, про это поговорить, буду очень рад. Про компанию. Мы, по сути, чем мы занимаемся, мы убиваем бюрократию, автоматизируем документооборот для быстрорастущих команд. В основном это рынок западный, Штаты, Европа. И у нас уже более 500 сотрудников, у нас 25, больше 25 тысяч клиентов, и уже больше 50 миллионов фандинга. И мы активно нанимаем разработчиков, Python, Java, React, продукт-менеджеров, в общем, очень много кого. Классная команда, быстророст, если что, обращайтесь. Сегодня мы будем говорить в стиле просто о сложном. Я вообще люблю упрощение. И несмотря на то, что тема стратегии, она непростая, я попробую показать ее с такой более простой стороны. И вот как связь от стратегии к тому, что же мы делаем каждый день, как она работает. При этом этот доклад не только для менеджеров, продукт-менеджеров. Я считаю, что каждый может ознакомиться с этой темой и попробовать применить ее на себя. Через что мы пройдем? Перед тем, как ответить на вопрос, зачем нужна стратегия и как ее связать с ежедневными задачами, мы сначала попробуем понять вообще, что это такое. И с этого начнем. Я буду с вами немножко общаться. Так, мне кажется, будет интерактивней. Вообще, что такое стратегия? Можно повыкрикивать любые слова. План. Еще. Долгосрочный план. Цель. Что, что, что? Слон, которого пилин. Отлично. Так. Видение будущего. Направление. Хорошо. Спасибо. Понимание. Вот. Хорошо. Сейчас как раз мы до этого доберемся. С чего я бы хотел начать? Что стратегия – это само по себе не план. Важно. И не цель. Потому что иногда подменяют. Наша стратегия – это там заработать 5 миллионов долларов. Это цель. Это не стратегия. Это не роудмэп. Если там вы говорите про продуктовую разработку. И это не видение само по себе. Хотя эти вещи являются частью стратегии. Тогда что же это такое? И, наверное, самый сложный слайд из моей презентации. Но я бы хотел, чтобы вы эту фразу запомнили так, как она есть. Это то, как я объясняю стратегию. Мне кажется, она более понятно и полно описывает. Итак, это набор ключевых ставок, решений и правил, которые обеспечивают движение по направлению к выбранным целям и отвечают на вопросы, с кем мы конкурируем, за кого мы конкурируем и как. Давайте попробуем по частям. Вот в первой части там выделено слово «ставок». Я считаю, что это одна из основных вещей. Когда мы говорим о стратегии, мы работаем с неопределенностью, долгосрочной неопределенностью. И наша ставка – это то, на что мы, как компания, делаем выбор. Мы ставим на какую-то определенную часть. Например, на сегмент рынка. Например, на наши какие-то возможности в продукте. На нашу команду. Или на тренд. Или на технологию. Это наши ставки, выбирая которые, мы автоматически выбираем что-то другое. Решение и правила – это некие условия, которые позволяют нам тоже двигаться в одном направлении. Соответственно, двигаться по направлениям целям. И стратегия – она про конкуренцию. Мы должны с кем-то конкурировать за какую-то аудиторию. И как, собственно, это вот эти выборы. Чуть попроще. Стратегия в картинках. Представьте, что там красный флажок. Это какая-то наша стратегическая цель. Мы хотим туда дойти. Возьмем там 500 лет назад. Еще нету дронов, нарисованных карт. Вот есть, значит, мы хотим туда. И, возможно, еще какое-то другое племя, другая страна хочет с другой стороны забраться на эту гору. Мы не знаем, как туда дойти. Мы не знаем, что за ближайшим холмом. В данном случае путь может быть вот такой или такой. Вначале мы это не поймем. Как вы думаете, какие стратегические решения нам нужно принять на старте? Какие есть выборы у нас, ставки, чтобы мы начали движение? Откуда начать? Направление, куда начать? Правильно? Еще. Где мы сейчас? Как добираться наиболее вероятный путь? Ресурсы. Смотрите, да, то есть, например, мы можем подумать, ага, есть ли там дикие животные или нет? То есть нужно ли там тащить ружье? Соответственно, от этого зависит, как мы вначале примем решение. Идем мы быстро, небольшой группой и там с небольшим количеством провинций, либо мы там большой группой с кучей еды и понимаем, что это там займет, возможно, месяц. Нам это решение нужно принять вот здесь. Мы стратегируемся так. И потом в процессе мы из наших решений будем дальше как-то двигаться и ориентироваться на местности. И в этом есть отличие стратегии. Это не план. Мы не знаем, что будет дальше. Но мы сейчас должны принять какие-то общие решения, с которыми двигаться дальше. Окей. Будем считать то, что у нас есть. Переходим к части вообще, зачем она нужна. Зачем? Делать план, подготовиться. Флажок. Эффективность, результат получить, принять решение. Синхронизировать команду. Все верно говорите. С точки зрения конечного, зачем, оно так и работает. Сейчас давайте попробуем посмотреть с разных углов. Если мы компания и мы вот эта точка, и мы находимся без стратегии. Скорее всего, мы начнем двигаться в разные стороны. Потому что сначала решили в одну, прибежал топ-менеджер, мы сказали, побежали в другую, потом кто-то сделал другое. Где мы остаемся с точки зрения позиции? Да, мы как-то там подвигались, остаемся плюс-минус на месте. То есть мы двигались во все стороны, остались на месте. Когда у нас есть стратегия, то у нас уже есть определенный вектор. Да, он может быть широкий, но тем не менее, мы остаемся на месте или все-таки сдвигаемся с точки, которые были? Мы сдвигаемся. Потому что уже есть определенный заданный вектор, и все по нему идут. Давайте пример. Представим, что у вас есть свежий продукт. У него есть три типа клиентов. Небольшой бизнес, средний бизнес, enterprise бизнес. Маленький бизнес приносит, там, вот, IRPA, это там, average revenue per account. Немного денег, enterprise приносит много денег. Но маленьких клиентов много, enterprise мало. Суммарно так получилось, что и маленького, и среднего, и enterprise бизнесов по деньгам мы получаем 10 тысяч долларов в месяц. И вот, значит, продукт, куча всего. У каждого там типа клиентов разные требования. Давайте порассуждаем, если у нас нет стратегии, что будет происходить дальше? Все будем как-то равномерно расти. Все правильно. Все будем как-то равномерно расти. Что, скорее всего, может пойти не так? Рыночек порешает. Конкуренты обойдут. Не сможем выбрать, что делать. Не хватит ресурсов. Все верно. Другой вариант. Мы говорим, что теперь мы двигаемся в сторону upmarket стратегии. Только крупный enterprise клиенты. Что в этот момент происходит? Средний и малый потихоньку умирают. Но получается, что мы фокусируем все ресурсы компании, нашу разработку, дизайн, discovery, все процессы на то, чтобы направляться на то, чтобы изучать enterprise. И, соответственно, понимать, как лучше конкурировать с другими компаниями, которые как-то в этом сегменте представлены. Что важно? Вариант без стратегии. Опять же, это может быть стратегия горизонтального продукта на всех. Но с точки зрения конкуренции, это очень опасный путь. Мы делаем все для всех. В итоге нас убивают те, кто заточен на конкретную аудиторию. Стратегия SMB. То же самое. Если мы выбираем средний и малый бизнес, мы уже меньше кастомизируемся под enterprise. Но при этом мы достаточно хорошо умеем строить общий продукт для среднего и малого бизнеса. Еще пример. Продукт одновременно пришли 50 новых клиентов. Все что-то хотят, требуют саппорт, все страдают, разработку тоже дергают. При этом 5 больших старых клиентов на грани ухода. И понятно, что разобраться со всем этой ситуацией команде ресурсов не хватает. И вот какая может быть без стратегии ситуация. Команда core продукта. Она занимается анбордингом, чтобы как-то новые активировались и пытаются что-то сделать. Мобильный продукт начинает работать над ССО авторизацией, которая очень нужна старым клиентам. Маркетинг продолжает гнать новый трафик, чтобы еще больше людей пришло. Саппорт хватает за все подряд, и их не хватает. Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы... Какая может быть стратегия, чтобы эту ситуацию как-то выровнять? И что-то мы хотя бы успели. Определиться, что хотим. Пример какой-нибудь. Переведите вариант стратегии. Например, сосредотачиваемся на удержании. Давайте посмотрим, что происходит в этот момент. Здесь опять же мы двигаемся все в разные стороны. Стратегия удержания. Что это значит? Мы говорим, что самое важное для нас с точки зрения бизнеса. И мы это можем посмотреть на деньгах. Нам важно удерживать существующую аудиторию. Окей, тогда корр продукт больше не занимается анбордингом. Он начинает работать над стабильностью, потому что клиенты очень много жаловались на стабильность. Мобайл продукт продолжает пилить ССО авторизацию в мобиле. Маркетинг теперь перестает гнать новый трафик. Он начинает удерживать клиентов. Начинает запускать разные компании, которые рассказывают о том, в чем еще наш продукт хорош, он направлен на существующую аудиторию. И это совсем другая стратегия. Саппорт тоже оставляет одного спеца на новый трафик, чтобы хоть как-то с ними общаться. Но весь фокус уходит на старых клиентов. Вот мы уже стратегировались и направились в одно направление. Соответственно, мы по крайней мере удержим старых. Это будет хороший наш сделанный выбор. Что изменилось? Самое важное. После того, как мы вот... Фокус появился. Фокус. И вообще стратегия на вопрос, зачем, она фокусирует. Вот то как раз, мне кажется, в предыдущем докладе тоже было много про мало времени, много чем приходится заниматься, всего-всего становится больше. Тут то же самое. Как бы в продуктах количество всего, что можно сделать, постоянно растет. Если есть возможность сфокусироваться, если есть возможность выбрать вектор, то вы в выигрышной ситуации. И за это отвечает, в первую очередь, стратегия. Представим, что уровень как раз там команды. И команда пытается договориться. И вот там собрались представители разработки, дизайна, продукт-менеджмента, саппорта, уставший саппортер. И они пытаются договориться. Когда у них нет стратегии, каждый тянет одеяло на себя. Эти встречи занимают обычно очень много времени. Все срутся. И в итоге, ну а там саппортер, за то, что у него сил нет, он так просто и остается на встрече. Плохо работает, когда нет понимания, нет этой конвы, нет принятых решений, стратегических и ставок. Давайте посмотрим вариант со стратегией. В таком случае есть понятный фрейм, в рамках которого люди общаются. А что сделали с саппортером? Да в отпуск его, да, чтобы отдохнул. Важно, что в таком случае решение начинает приниматься быстрее. Опять же, говоря про время, оно у нас ограниченное. Если мы очень много тратим время на коммуникацию, соответственно, decision-making ломается. Вот чтобы decision-making починить, нужно определиться в рамках каких договоренностей мы существуем. Спустимся на уровень команды продукта. И есть у нас стратегия удержания, и в roadmap есть две фичи. Лучший онбординг и оптимизация, там, critical flow системы. Что выберем? Стратегия удержания старых клиентов. Конечно, потому что она просто не по стратегии, она же в roadmap у вас никак не должна попасть. Хорошо. Еще пример. Нужно добавить в продукт раздел там компетенции учеников, например. Вот в B2B SaaS продукт. И вот на уровне уже инженерии инженер получает задачу как-то там описанную, и он может сделать что-то по-быстрому. Может добавить кучу настроек в UI и там никак не трогать паблик API. Может, наоборот, сделать в UI минимум возможностей, зато полностью развернуть все в паблик API. Или вообще дергать продукты, чтобы он все-все-все подробно описал. Если без стратегии, как ему двигаться? Если он не знает, какие у нас решения приняты? Да, придется дергать продукты единственное. Либо сделать что-то из этого, а потом будут, как на тех встречах, много руганий. Давайте посмотрим, что у нас стратегия продукта. Мы говорим, что мы делаем ставку на то, что у нас продукт простой с точки зрения UI, но с широкими API возможностями. Вот мы так решили на уровне продукта, застратегировались. Соответственно, какой здесь вариант подходит? Да. Мы делаем минимум возможностей в UI, но расширенной версии паблика API. Соответственно, на уровне инженерии, если он знает, что вот есть конкретный стратегический став, который мы выбрали, гораздо проще будет делать этот выбор каждый раз среди разного варианта возможностей, потому что мы об этом договорились заранее. Окей. Прошли что? Прошли зачем? Теперь как же вот эту всю связь простроить? Потому что между стратегией компании или стратегией продукта есть большая пропасть. В первую очередь, рассказывать стратегию чаще, если вы являетесь проводником стратегии. Если вы фаундер, если вы топ-менеджер, если вы менеджер команды, и вы знаете про нее, то вот эта оверкоммуникация в теме стратегии, она важна. Но есть другой момент. Если вы не знаете, то про стратегию можно начинать спрашивать. И чем активнее вы спрашиваете, тем больше вы заносите в головы менеджеров того, что, кажется, надо начинать отвечать на эти вопросы. И даже если в компании нет четкой стратегии, это частая картинка. Я это знаю, потому что я работал с стратегией много. И это приводит к тому, что эти вопросы начинают драйвить появление стратегии. Как же выглядит связь? Связь идет, если мы говорим про стратегию, и это от одного года и больше. Год, два, три, иногда пять. Если мы говорим олдскульные большие компании, они стратегируются на 15 лет и больше. Но в целом стратегия от года. Стратегию поддерживают тактические решения. Если мы говорим в среднем, то тактическое планирование происходит в рамках чего у нас? Квартала. Да, квартальное планирование. Достаточно широко известно. Плюс один месяц. Это тоже как тактический период. Тактика же поддерживается операционкой. И в этом плане операционка – это уже от одного дня до недели или спринта двухнедельного. Прыгнем в тактику. Действительно, тактика поддерживается квартальным планированием. Что важно, что здесь у нас появляется несколько вещей. В рамках квартала, вот посмотрим на эту гору первую, мы ее видим. И в рамках горы мы можем сказать, что туда понятно, как дойти. Поэтому что мы можем построить по достижению этой цели квартальной? План. Да. Если про всю стратегию мы не можем построить план, то про конкретный кусок, который мы обозрим для нас, мы можем. Соответственно, тактика состоит из двух частей. Первая часть – это те цели, которые мы выбираем. По сути. Мы говорим, что в рамках большой нашей стратегической цели мы возьмем какую-то маленькую цель, которая нас сюда приближает. И здесь появляются разные фреймворки целеполагания. Кто слышал про OCR? Я считаю, что из современных фреймворков целеполагания это один из лучших. Сейчас там появляются всякие Spotify, ритмы, гисты, еще разные, тоже хорошо. Но OCR, в моем взгляд, очень хорошо ложатся на практически любую IT-компанию с точки зрения организации вот этого тактического планирования. Важно, что OCR – это не стратегический фреймворк. И посмотрим пример. Если у нас есть две стратегических ставки. Например, мы удерживаем наших клиентов. И это наше основное, что мы делаем в течение года, фокус на удержание. И выходим в более дорогой сегмент – market enterprise. Тогда на конкретный квартал у нас может быть цель уменьшить отток пользователей churn с 7% до 5%. Увеличить MRR expansion – это на существующих клиентов. Мы хотим больше с них зарабатывать на 7%. Предлагаем им что-то новое. И по обмаркету мы просто хотим его исследовать. Например, мы говорим, что нужно провести 100 интервью с обмаркет-клиентами. Вот наши квартальные основные цели. И важно, что если вы не помните, что там у вас стратегии, то в этом случае выбранные квартальные цели по отношению к вашим стратегическим ставкам все равно поведут по этим стратегическим ставкам. Вторая часть тактического планирования – это непосредственно roadmap инициатив как способ достижения этих целей. И посмотрим примеры тоже, что в случае с черным мы говорим, что мы, чтобы уменьшить отток клиентов, мы должны повысить стабильность приложения наконец-то там 99,9% условно. И для MRR Expansion мы должны запустить какую-то фичу, которую очень ждут наши старые клиенты. А в обмаркете мы говорим, что конкретный шаг, который мы можем сделать, мы участвуем в трехнишевых конференциях, где есть наши интерпрайз-клиенты, чтобы наконец вытащить их на общение. Вот у нас есть конкретные инициативы. Что получается, что если вы не помните, что там стратегии в ваших целях, то выбранные инициативы все равно вас поведут по ним. В рамках месяца мы производим некую перепроверку того, насколько мы правильно движемся по нашему кварталу. И, соответственно, где-то мы можем подправить план, либо отрезать ненужные вещи, которые выходят за пределы фокуса. И в этом плане хорошо. То есть это некая синхронизация по тому, как мы движемся, и корректировка небольшая курса. Если у вас есть ежемесячные запланированные встречи или какой-то просто короткий репортик написать для того, чтобы скорректировать курс, это очень хорошо помогает вам лучше двигаться по целям. И дальше вы можете разукрасить вашу таблицу ставок цели и инициатив, сказать, что окей, мы в рамках этого месяца продвинулись по цели уменьшить черн. Хорошо, потому что инициативу сделали. А в CMR Expansion там не очень желтенькая. И вот с интервью вроде как движемся в целом хорошо, но с конференциями дела плохи. Появляется некая карта, которая говорит о том, насколько хорошо мы движемся. Мы можем каждый месяц принимать дополнительные решения, что усилить, что ослабить. И помните, если не знаете, что там стратегии, целях и даже инициативах на квартал, то ежемесячные синхронизации вас заставят в этом вспомнить, наконец, и продолжить движение по ним. Так происходит дальше связка. Идем дальше. Операционка. Операционка – это уровень одной недели, либо сприта, в котором, соответственно, производится обычно вся девелоперская работа. И если возьмем пример инициативы, мне очень нравится делать подобные планы. Я для себя веду постоянно, и всем очень рекомендую ставить недельные планы. Они выглядят так, что я говорю, над какой инициативой я работаю, но при этом в конце недели есть у меня ожидание, что же в конце недели будет. И вот если мы говорим про стабильность приложения, то, например, в конце недели я хочу сделать стабильным флоу загрузки файлов. Если я это сделаю, я продвинусь по нашей инициативе. Запуски долгожданной фичи, соответственно, там просто достаточно завершить и презентовать технический дизайн. А в конференциях мы на этой неделе ничего не будем делать. И вот, соответственно, вот это наше разбиение инициатив на неделю или там спринт, оно в данном случае работает. Спринт-плейнинги в целом работают так же. Мы пытаемся закрыть там эпик и пытаемся понять, что в рамках этого эпика нужно сделать за спринтом. Если вы не помните, что там в стратегии, в квартальных целях, в инициативах, то недельные планы все равно вас тащат в направлении вашей стратегии. Так и происходит связь. Давайте спустимся уже в последнюю часть день. У нас есть ожидаемый результат. И в рамках ожидаемого результата есть конкретная задача, которую нужно взять и сделать. Если вот эта вся связь производится, то тогда смотрите, что получается. Мы чиним баг на форме загрузки. Это позволяет нам приблизиться к тому, чтобы сделать стабильным флоу загрузки файлов. Это позволяет нам приблизиться к тому, чтобы сделать стабильность приложения. Это позволяет нам приблизиться к тому, чтобы сделать MRR черным вместо 7, 5%. И это позволяет нам приблизиться к тому, чтобы удержать наших клиентов. Мы делаем одну конкретную задачу, вся связь работает. Если вы не помните, что там в этом всем до этого, то просто делаем задачи, которые уже провязаны с нашей общей стратегией. И у меня остается одна минута до конца выступления. Я бы хотел отметить одну вещь. И вы можете спросить, Илья, я же там разработчик, дизайнер, QA-специалист. Как мне вообще на эту стратегию все повлиять? Здесь есть одна хорошая фраза, которую очень люблю. Think global, act local. Вы не можете повлиять на всю стратегию компании. Но вы можете создать стратегическое движение в рамках той зоны ответственности, которая у вас есть. Попробовать простроить стратегические ставки какие-то в своей небольшой команде. даже не выходя на уровень компании. И тем самым вы можете начать заражать всех остальных вот этим стратегическим, осознанным движением. Прошли по всему. Спасибо. У нас есть вроде много времени еще на вопросы. Спасибо. Вопросы? Руки? Спасибо за доклад. Очень актуальны. Что делать с задачами, которые не ложатся на стратегию, но их нужно сделать? Можно пример какой-нибудь? Движемся на ту гору, но если не сходить в тот проселок, то уйдет жирный клиент. Да. Это вот пример с выбором как раз типа клиентов. То есть если мы говорим, что мы выбираем жирных клиентов с точки зрения нашей стратегии, то поход на ту гору будет являться актом работы на этой стратегии. Но если мы выбрали фокус на малый бизнес, и мы все уходим туда, и у нас есть понятный там сколько большой потенциал у рынка, то соответственно наш поход на вот эту гору отодвинет наше приближение к этой горе. Поэтому вот как бы стратегический выбор он должен быть. Мы должны каким-то образом либо минимизируем ресурсы, если мы понимаем, что там выгода будет, но с большой вероятностью мы просто должны отпускать тех клиентов, которые не подходят под нашу стратегию. Важно, что эта вещь работает на перспективу. С точки зрения здесь и сейчас кажется, что это решение выгодное. С точки зрения стратегии, вот такие все мимолетные движения, они в основном приводят к тому, что бизнес застревает вот в этом непонятном состоянии. Если нужен быстрый, большой, агрессивный рост, это обычно выбор какого-то вектора. И этим обычно компания отличается по результатам. Те, кто может сфокусироваться на конкретном сегменте рынка, у них успехи лучше, чем те, кто вот постоянно дергается везде. Спасибо. Там еще есть. Спасибо за доклад. А нерационально будет выделить маленькую команду, которая будет делать заплатки, пока остальная команда идет по основному направлению? В некоторых случаях, да, просто важно, что вот эта маленькая команда, она делает заплатки до тех пор, пока те клиенты, которым мы делаем заплатки, не потребуют еще, а потом еще. А потом будут приходить новые клиенты, они же видят, что вроде как команды делают заплатки, значит и нам сделают. И в какой-то момент вот мы уже делаем не основной продукт, а мы пилим 50% ресурс на заплатки. Поэтому это очень рисковая история. Одноразово – да. Но если мы видим, что история повторяется, то, опять же, обычно это значит, что стратегия начинает ломаться. Либо в какой-то момент мы можем сказать, что слушайте, вот тут просишь их заплатки очень много, и они все классные, и у них много денег, и мы можем сказать, что ладно, заканчиваем год вот так, и перенастраиваем нашу стратегию сюда. И тогда мы уже пилим заплатки и превращаем это в другой тип бизнеса. Вот есть такие продукты, которые максимально кастомизируются, например. Они работают на интерпрайз клиентов, и у них такая стратегия. Малый бизнес им вообще не подойдет никогда. Таких продуктов очень много, не буду говорить какие. Масочку, пожалуйста, оденьте. Спасибо. Я же сам захотел. Спасибо за доклад. У меня вопрос. Вот есть, когда мы создаем стратегию, у нас есть горизонт планирования. Что является тем событием, тем триггером, чтобы перестратегироваться раньше, чем этот горизонт настал? Хорошо вопрос. Яркий пример – ковид. Вот это то, что случилось с миром и заставило выкинуть все стратегии в топку, именно потому что никто не ожидал, что так резко все случится. И те компании, которые успели перестратегироваться, у тех хорошо все стало с бизнесом. Те, кто не успели, многие погорели. Поэтому любые внешние события, сильно влияющие на состояние рынка, они в первую очередь влияют на то, что нужно перестратегироваться. Второй момент. Если наша стратегия по многим показателям оказывается неверна. Мы сделали ставки и в течение первого квартала поняли, что ни одна ставка никак не работает. Значит, мы можем сесть и перестратегироваться. Вот, наверное, основные сценарии. Привет, спасибо за доклад. Вопрос такой. Ты говоришь о том, что даже самый маленький человек в компании может попытаться повлиять на стратегию. Скажи, пожалуйста, если твое влияние как сотрудника, ты не видишь ни отдачи, никакой обратной связи, стоит ли покинуть эту компанию? Видел, там вакансии были у нас в начале. Стоит ли покинуть? Сложный вопрос. Я не могу однозначно сказать да или нет. Наверное, в таком случае человека что-то еще держат, помимо того, что стратегия не работает. И дальше можно ответить на вопрос, насколько важно то, что держат в компании или нет. Поэтому с точки зрения стратегии, не знаю. Может быть, там, не знаю, мне как человеку может нравиться заниматься всякой ерундой. Тогда я отлично вписываюсь в этот коллектив. Мы все делаем что-то, там, может быть, на госбюджет или еще как-то так получилось. Но это уже каждое решение принимается. Но вопрос хороший. Сейчас подождите с этой стороны. Илья, привет. Большое спасибо за доклад. Вопрос такой. Ну, вот стратегия, она, по сути, определяет все. Нужна ли запасная стратегия? То есть должен ли быть план B? Должны ли мы готовить его заранее? Что-то продумывать? Чтобы вот как ковид случился, у нас уже был какой-то запасной план, и мы сразу раз быстро переключились. Спасибо. Классный вопрос. Я это называю стратегией рисков. Вот если говорить, там же про документы, стратегии, которые составляются потом, чтобы там более понятно и полно рассказывать. Обычная общая стратегия еще распадается на там стратегию продуктовую, стратегия конкурентная, стратегия маркетинга и, может быть, стратегия рисков. То есть там может быть прописано, что если случаются вот такие события, мы там перестраиваем какие-то вещи и двигаемся по-другому. Поэтому это очень важно иметь. Не все это далеко имеют, но работа с рисками, она очень важна. Как ты еще хотел пример привести? Ну, наверное, да. Вот это основное. Привет. Спасибо за доклад. Подскажи, пожалуйста, как интегрироваться в стратегию тому или иному подразделению, если он напрямую на него не влияет, на цель. Сейчас приведу пример. Допустим, там цель заработать энное количество денег. И операционные подразделения ставят задачи, которые прямо на это влияют. Команде разработки непосредственно. А команда разработки сама задачи не ставит, но их реализовывает. Вот каким образом команде разработки на это повлиять? С точки зрения, ну, с точки зрения QR даже. Какие там QR-ы должны быть в нее, чтобы на это повлиять? И попробую перефразировать вопрос. То есть как ставить цели команде разработки, если они напрямую не влияют на деньги? Если операционные подразделения могут поставить задачи, команда разработки как раз их выполняет. А команда разработки сама как таковая задачи не ставит. Как она может повлиять, но на достижение цели? Именно на цель заработать энное количество денег, допустим. Ну, насколько я услышал в примере, то задачи, которые поставлены операционной командой с точки зрения достижения целей, их выполняет команда разработки, а значит команда разработки работает над тем, чтобы двигаться к целям компании. Просто через посредников в виде операционной команды, которые ставят. Правильно? Да, верно. Ну, это самая прямая корреляция, а может быть еще не совсем прямая. Например, у нас в стратегии прописано, что мы отвечаем за стабильность продукта. И команда разработки, делая что-либо, она должна постоянно держать в голове, что стабильность – это важно. Если они сделают что-то, что сейчас повалит систему, это не будет являться нашей стратегией. Или наоборот, может быть, у нас в стратегии написано, что мы делаем все очень быстро, чтобы проверить рынок плохого качества, главное, чтобы зарелизили. Тогда стратегия команды поддерживается тем, что мы действительно оптимизируем внутри так разработку, чтобы максимально быстро все вкушить в рынок. И это не только от целей зависит, это от принятых решений на уровне всей компании и команды. Спасибо. У меня вопрос, как раз связанный с предыдущим вопросом. Как доносить до команды разработки стратегические цели всего проекта более наглядно, эффективно? Может, из опыта поделитесь. В общем, да, примеры какие-то именно практические. В картинках. Вот примерно, как я рисовал. Я очень люблю, когда я перехожу в новую команду, либо когда я консультирую кого-то. Я начинаю с того, что вообще рассказываю, что такое стратегия и зачем она нужна. Второй важный момент, что можно спросить людей, а как вы думаете, какая стратегия сейчас? И кто-то начнет что-то накидывать. То есть нужно запустить стратегическое мышление в людях, это пункт один. Пункт два – в картинках показать, что мы сейчас выбираем. А пункт три – показать, как это может влиять на то, что они делают каждый день. То есть, опять же, это просто о сложном. Мне кажется, это сейчас необходимость в переработе стратегии, потому что стратегия – это 100 страниц текста в PDF, которую вы отправляете всем своим сотрудникам. Оно не работает. Поэтому вот это вот упрощение, фокус на главном. Спасибо. 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 Спасибо.